ну что будем считать что все вернулись добрый вечер меня зовут владимир и я хочу рассказать про новости в бом тулс они подразумевают что вы уже успели ими попользоваться вообще кто-нибудь пользовался бом тул здесь вау ничего себе это люди не из яндекса ну очень круто если вы еще не успели перейти на новая пи то наверняка знаете что на больших проектах работают они достаточно медленно но ребята из группы карт посмотрели на все это дело решили что так продолжаться не может и марат дулин написал я инби а потом пришел в группу разработки бом тузов и рассказал собственно о том как ему удалось все это так сильно драматически ускорить ребята переняли опыт и ускорили бом туз буст действительно в 10 раз и достаточно просто если особенно вы не писали каких-то там хитрых кастомных технологий то для вас переход это редактирование в одном месте там нескольких строк все станет прям очень очень быстро кроме того есть возможность все ускорить за счет того что уровни библиотечные можно теперь кэшировать то есть если вы используете там несколько библиотек код в которых на проекте у вас не меняется вы берете и просто говорите что там все стабильно можно положить в кэш больше не смотрим кроме того появилась инспекция по файловой системе она позволяет всякую разную магию делать мы например по своим же библиотекам можем построить сайт который собирает всю-всю документацию рассказывает про все сущности билдит там в общем применять можно по всякому по-разному каких-то там далеких облачных мечтаниях есть желание даже построить бомиды я которая бы позволяла вообще про любую бом сущности видеть все в одном месте появился bm bench это команда позволяет проверять скорость шаблонов если вы используете bm html или ваш шаблоны то между версиями вы можете сравнить между комитами скорость сборки до и после убедиться что ничего не просела или наоборот что какие-то ваши изменения ускорили компиляцию шаблонов и теперь все стало хорошо совсем появилась возможность переопределять базовую технологию для сборки то есть если раньше bm tools рассчитывали что html должен строиться исключительно из бом джейсона сейчас вы можете передать нужную вам технологию и собирать его из каких-то других собственных форматов ну и в этой версии несколько было версии на самом деле ветки 06 среди версий были какие-то фиксы для депс байтек это технология которая позволяет для клиентского я вас крипта собрать это как пример того что на не можно делать собрать не все шаблоны а там допустим ровно те которые вам потребуются на клиенте ну и с этого момента можно сказать вот уже прямо сейчас идет в разгаре разработка версии 1.00 bam tools она подразумевает переход дальнейшем на 7 вер то есть первая чиселка будет указывать на какие-то глобальные полностью несовместимые изменения в api вторая будет отвечать за какие-то минорные изменения и третья за патчи переход между которыми в принципе должен быть полностью обратно совместим ну и в первой версии самого главного это полностью переписывается снова технология продепса дальнейшем можно будет если вы уже заглядывали в бом кор видели что там технологии про я вас крипт разделились еще очень сильно и выделилась браузер джейс ванила джейс и но джейс и как там сервер но да видит кивает что таки not смысл там в том что вы сможете собрать для каждого нужного вам блока по зависимостям те технологии финальную которая вам действительно требуется они все подряд все прочие изменения достаточно минорная вычищается лего си обновляются версии зависимых библиотек добавится найти fire про выход новых версий вон вынесутся какие-то большие части в отдельные пакеты ну и мы подумываем о том чтобы начать собирать статистику по использованию тузов и кстати говорят мы пока что не решились и ваше мнение тоже интересно насколько бы вам было комфортно продолжать пользоваться бам туз если вы узнали что ваши факт использования мы где-то посчитаем статистике если есть какие-то мысли вы можете их присылать на почту мы их тоже учтем ну и с момента выпуска 1.0.0 в ветку 06 будут приниматься только бакфикса 1.0.0 будет вот в активной поддержке ну и в планах на вторую версию выделить какую-то именно базовую часть бам туз которая будет реализовывать корр функциональность все команды выносить уже в отдельные модули и кажется что это должно позволить достаточно удобно в том числе предоставить сообществу возможность писать что-то свое и подключать модуль ну и вроде бы на этом все баги можно писать на issues как и для любых других наших проектов на гитхабе на вопросы мы отвечаем в клубе кино и ру ну собственно все перечислено как обычно везде так что welcome вопрос был о том чтобы автоматически отправлять логи про крэш ну и кажется что ответ такой ведь очень сложно отличить когда что-то сломалось потому что там криво написали шаблоны или что-то сломалось потому что не знаю ну то есть отличать когда сборка не сработало потому что проблема в проекте от сборка не сработало потому что проблема в тузах почти невозможно и таких логов наверное будет много пользы от них будет мало поэтому кажется что нужно не стесняться и просто присылать там еще на гитхабе или по почте кроме того продолжение красивого стек трейса есть несколько режимов которых bmtools выводят логи и если выбрать там самый вербозный называется силе достаточно много всякой информации практически любое действие описывается очень подробно стоит ли людям не работающим в яндексе запускать бэм нот в продакшене кажется что стоит что такое реализация использования bmtools ну все что он делает он там ходит по файловой системе собирают файлы в кучу поэтому результатом его работы являются минимизированные css и javascript и более сложного bmtools не делает есть вопрос о том что при попытке использовать bm core и bm controls не получается одновременно использовать в 2 технологии bmtools ответ такой мы попробовали вкрутить технологии в 2 есть комиты которых все это работало но есть еще такая проблема что самих библиотеках нужно собирать тесты и сборкой тестов занимается пакет который называется bmpr технологии протеста там достаточно сложные вот только-только совсем недавно написали в 2 в bmpr осталось все это внедрить и накатить обратно комиты право 2 то есть это все вот вопрос нескольких дней когда она наконец заработает вопрос о том как интегрировать bmtools bm backbone photoshop и вообще все в одну кучу и что кто-то почему-то не хочет bmtools отвечая на вопрос значит во первых митки не хотят никого победить неважно кто весь наш хлебушка поел с нашей точки зрения если вы строите проект по бометодологии bmtools очень удобно потому что они там сделаны специально для этого если кто-то привык пользоваться другими инструментами можно собирать проект построенные по методологии другими инструментами все должно сойтись плюс-минус вот как интегрировать связать несвязуемые photoshop открываете слайсите картинку сохраняйте как файлики backbone сохраняете как блок который можно назвать например и backbone подключаете по зависимостям на проект запускаете сборку все работает я не знаю ну то есть ответ на вопрос какой-то слишком общий получается но и вопрос такой же хочу ответить на этот вопрос потому что он прямо очень такой вопрос был в том делаем ли мы что-нибудь для того чтобы прямо из photoshop получать какой-то там bmg сон или какой-то код и в общем чтобы верстальщики были не нужны весь наш опыт программирование верстки показывает что это невозможно я даже наверное не знаю помимо опыта можно наверное сформулировать и строгое доказательство что это невозможно вот но это очень как бы там тяжелый неблагодарный такой процесс все вот это время не знаю там сколько я занимаюсь веб-разработкой там 10 лет все вот это время выходят разные какие-то инструменты которые примерно претендуют на эту роль и ни один из них и близко не приближается ничего не все топчется на каком-то месте вот и мне кажется что это просто в общем какой-то священный грааль такой мы к нему короче не идем могу это точно сказать вот может быть кто-то другой поможет нам шутка по поводу того что photoshop неплохо было бы из этого процесса исключить мы на самом деле в яндексе практикуем такое у нас реально некоторые дизайнеры сразу верстают и и то есть они может быть верстают не продакшен код но они макеты готовят видишь ты мэли css а и у них есть у некоторых из них даже есть хелперы которые на бэм предметной области основаны вот и вот в эту область мы точно будем развиваться и будем точно идти